Дошел до свертывания крови. Почитаем. Свертывание крови это переход крови из жидкого состояния в студенистый сгусток. Это защитная реакция, предохраняющая организм от потери крови при нарушении целостности кровеносного уста. Это сложная реакция, протекающая в белковой коллоидной среде. При изучении свертывания крови учитывается роль различных антикоагулянтов. Например, гепарин предохраняет от образования тромбов циркулирующейся крови. Запомним. Гепарин. Мы даже это запишем. Итак, я продолжил свое обучение. По вязкости крови, по свертыванию крови. Свертывание крови. И знаете, получилось, как раз я тут нашел иной ход рассуждений. Кровь у нас циркулирует по кровеносным сосудам. И как-то мы считаем, что это все само собой разумеющееся. Вот потом там возрастает вязкость, появляются тромбы и так далее. На самом деле, дело не столько в том, почему она циркулирует так, более-менее свободно. А вопрос в том, почему она не сворачивается. Какие вот механизмы участвуют в том, чтобы кровь не свернулась внутри кровеносных сосудов. И тут рассматривается вот этот как раз вопрос. И в частности, свертывание крови там протекает процесс в три стадии. То есть, почему она сворачивается. В 1937-1939 годах был открыт антигемофиличный глобулин. В отсутствии которого замедляется образование тромбокиназы на тромбокиназы из субстрата кровяных пластинах. Фактор 3 кровяных пластинах. Что приводит к кровоточивости, характерной для истинной гемофилии. В гемофилии кровь не свертывается. При недостатке витамина К, концентрация указанных белковых компонентов плазмы, резко снижается протромбин, биосинтез которого осуществляется в печени. Но в печени очень много совершается различных полезных для организма реакций. При изучении свертывания крови необходимо учитывать роль различных антикоагулянтов, таких как гепарин. Более других изучено значение гепарина, имеющее отношение к предохранению от образования тромбов, циркулирующих крови. Внутрисосудистое свертывание крови, ведущее к тромбозам и эмболиям, обычно объясняется повышенным содержанием крови тромбогенных белковых компонентов. А мы уже говорили, что по время инфекции в 10 раз может возрастать количество белков, некоторых белков в плазме крови. Естественно, меняется вязкость тромбогенных белковых компонентов, ускоряющих превращение протромбина в тромбин. Основное влияние уделяется наряду с застойными явлениями, также болезнетворному изменению стенок или эндотелия кровеносных сосудов. Но мы к этому еще перейдем. Сейчас пока закончим крови. Так, экспериментальное изучение внутрисосудистого тромбообразования привело к выводам, что в организме животных существует физиологическая антисвертывающая система АСС, сохраняющая циркулирующую кровь в жидком состоянии. Действие тромбопластина препятствует внутрисосудистым тромбам. Внутривенное введение умеренных доз тромбина здоровым животным в большинстве случаев не вызывает тромбоз, так как после инъекции почти мгновенно нарушается механизм свертывания крови. При этом резко снижается содержание фибриногена. Вследствие фибриногенолиза обусловлено введением в кровь активатора плазминогена, а также появляются в крови гепариноподобные вещества. При глубоком наркотическом сне, вызванном инкаляцией серного эфира, а также при местной анестезии, вызванной внутримышечной инъекцией, новокаина с обоих сторон позвоночника, АСС теряет свою функцию. Рефлекторно приводится в действие нервно-гуморальный механизм, препятствующий свертыванию крови в сосудах. То есть, если как-то повлиять, или перенесенная болезнь влияет на этот нервно-гуморальный механизм, который препятствует свертыванию крови в сосудах, то это ведет к тромбообразованию. Значит, нет сомнений в том, что патологические изменения стенок сосудов, кровеносных сосудов, а также и застойное явление, то есть, кровь начинает двигаться медленнее, чем обычно. Более того, есть такие сосуды и явления, когда идет завихрение крови. Могут провоцировать образование тромбина в сосудистом русле, однако при нормальной функции АСС, то есть антикоагуляционной системы свертывания, и будет исключаться свертывание циркулирующей крови. В то же время, при любом нарушении функции АСС, появление тромбина в циркулирующей крови, чем бы оно ни было обусловлено, он может привести к тромбообразованию. Считается, что АСС, антисвертывающая система, или антикоагуляционная система, частично теряет свою функцию в связи с возрастными изменениями в организме, а также вследствие токсикозов, возникающих при некоторых инфекционных заболеваниях, и при наркозе или анестезии, после операционной тромбозы. Итак, вот мы еще докопались до того, что существует антисвертывающая система крови, которая является вообще и второй стороной свертывания крови, которая нужна для того, чтобы кровь не вытекала при ранениях, и вот она-то, она-то нарушается при некоторых инфекционных заболеваниях. Вот у нас инфекция гуляет. Нарушение ведет к тому, что начинают идти тромбозы. И я думаю, для того, чтобы восстановить вот эту вот систему, как раз уместно поголодать. Голодание способствует тому, что восстанавливает разного народа утраченные функции организма. И восстанавливает их. Итак, кровь не свертывается благодаря наличию в организме антисвертывающей системы. В случае нарушения функции антисвертывающей системы, даже при снижении содержания в крови протромбина и при замедленном ее превращении в тромбин, возможно образование тромбина сохраняется в связи с чем не исключается превращение фибриногена в фибрин в сосудистом мышле. Исходя из этого, проблема тромбообразования, вот мы уже подошли к этому, должна решаться не только с учетом избытков циркулирующей крови, свертывающих компонентов, поражения сосудистой стенки или застойных явлений в кровенном русле, но главным образом с позиции анализа функционального состояния антисвертывающей системы. Вот где собака зарыта. Оказывается, есть антисвертывающая система, которая страдает от инфекционных заболеваний. Так, дальше у нас идет химия крови человека, содержание воды. Ну, почитаем мы это. Итак, сегодня у нас 5 ноября. Включаем компьютеры, продолжаем изучение вопроса о вязкости крови и тромбообразования внутри сосудистого русла. Очень интересные вещи. Тут не столько вопрос стоит о том, что образуются тромбы, вернее, против тромбу, а о том, чтобы кровь не сворачивалась внутри кровеносной системы. То есть это такая интересная вещь. Как она вот не сворачивается? Имеется ряд защитных механизмов и так далее и тому подобное. Ну, продолжаем. Вводим пароль, открываем. Открываем описание программ, чтобы мы туда сбрасывали. Итак, напоминаем, Вадим Лагрин. Привет, Петрович. Хотел бы понять важную и актуальную тему для многих переболевших ковидом. А таких сейчас десятки, если не сотни тысяч, возможно, намного больше, миллионы. Так, что такое? Что такое? Что такое? Отменить, выйти. Ты смотри, как лезет это. Отменить, выйти, закрыть, отменить. Ты смотри, какой наглый компьютер лежит. Так, если не сотни. Антикоагулянты, то есть противотромбозные препараты. Вот прежде, чем говорить о противотромбозных препаратах, как до этого огромное количество времени, я потратил на то, чтобы вообще узнать о крови. Как можно больше о крови. Что там может тромбироваться в ней? Так, которые прописывают врачи после выписки. Ладно, пропили. А дальше что? Доктор Шершойна рекомендует прогулки на полтора-два часа, дескать, это заменять, эти препараты, что разжижает кровь. А вот это пиявки. То есть нам предстоит еще узнать о пиявке. Что делают пиявки? На какие механизмы в крови могут повлиять секрет этих пиявок? Так, но они недопустимы в силу сложившихся обстоятельств. То есть не все могут приобрести эти пиявки, используют их. Я знаю, что трава тауга. То есть нам предстоит еще разобрать, а какие травы? Он же ломазник разжижает кровь. Какие травы разжижают кровь? А есть ли еще какие-то средства, которые разжижают кровь? Или хотя бы вопрос, вот знаете, мы уперлись в том, что надо разжижать кровь. А есть ли такие средства или, как бы сказать, может к этому подойти несколько с одной стороны? Есть ли какие-то условия, которые сохраняют кровь в нормальном состоянии, в нормальном текущем состоянии? Что для этого надо делать? Не разжижать ее, а просто делать так, чтобы она была нормальной. Вот. И какие еще средства можно применять? Это как раз вот к этому вопросу, да? Что по этому вопросу думает светоч народной медицины? Вот. Видите? светоч народной медицины вам показывает, как он себя образует для того, чтобы быть светочем. Одно дело, можно, знаете, сказать, я светоч на пустом месте, ты ничего не знаешь, ты только, знаете, как бы эгоистически себя, вот я там светоч, я тут это, а вот для того, чтобы стать светочем, насколько надо вложить в себя разного рода знаний, усидчивости, часов, работы с книгами, с информацией и, в конце концов, даже с практикой для того, чтобы стать этим светочем. Хотелось бы на эту тему внятное и развернутое видео. Итак, для того, чтобы сделать внятное и развернутое видео, я сейчас вот как раз вам показываю, что я тут делаю, чем я тут занимаюсь. для того, чтобы эту проблему понять как можно более шире и глубже. А потом, потом, вот это все выложу, это несколько часов будет видео, а потом я просто-напросто из-за того, что я понял тему, я примерно сделаю 10-ти минутное видео, которое внятно покажет на что надо обращать внимание. Итак, мы с вами продолжаем заниматься дальше. Продолжаем заниматься дальше, что там мы остановим, лейкоциты, так, 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 биологический смысл тенденции позвоночных, так, существует наиболее жизненного процесса, связанный с наличием больших поверхностей. Вот интересный подход, как бы правильно сказать, вот тут пишется следующее, биологический смысл, тенденции к эволюции эритроцитов заключаются по виду в том, что уменьшение размера эритроцитов резко увеличит их относительную поверхность, что имеет исключительно важное значение для повышения транспорта кислорода и углекислоты. То есть, как бы тут правильно сказать, вот у нас имеется, допустим, какая там поверхность, ну, допустим, смотрите, поверхность, какая-то поверхность, вот на этой поверхности происходит, допустим, усвоение, перенос кислорода и углекислоты, туда-сюда. Задача заключается в том, чтобы с помощью эритроцитов их очень много. Если их посчитать общую поверхность этих эритроцитов, то она многократно увеличится. То есть, вот эти вот маленькие тельца эритроциты, имеющие свою поверхность, но их очень много, и за счет вот этой большой поверхности они могут переносить намного, намного больше, допустим, кислорода, углекислоты, нежели, допустим, что-то вот такое вот маленькое. То есть, жизненные процессы совершаются на огромных площадях, но эти площади должны быть как бы сказать свернуты. Вот, смотрите. Сейчас я вам покажу наглядно. То есть, вот такая вот площадь, она сворачивается, упаковывается вот такие вот маленькие размеры. А на самом деле, когда их развернуть, она получается ого-го какой, намного больше. И вот на этой площади разворачиваются жизненные процессы по усвоению кислорода, переносу его клеткам, удалении углекислоты из клеток. И это же говорит о том, что идет и примерно перенос питательных веществ. Вот. Поэтому вот тут как раз и говорится, известно, что осуществление наиболее жизненно важных процессов связано с наличием больших поверхностей. В частности, колоссальных размеров достигает у животных поверхность органов дыхания, выделения, пищеварения, у зеленых растений поверхность листьев, которых осуществляется процесс фотосинтеза. Исходя из этого, значит, один там ученый пытался количественно определить величину поверхности эритроцитов крови у некоторых представителей, значит, и характер распределения гемоглобина на поверхности эритроцитов. Так, выявленные закономерности вследствие допущенных им ошибок при определении поверхности эритроцитов не отражают истинного характера распределения гемоглобина. Ближе к истине имеющие данные о концентрации гемоглобина, рассчитанные на величину объема эритроцита, показатель определенный с большой точностью. Согласно этим данным среднеклеточная концентрация гемоглобина примерно равна для эритроцитов так, ну, этот амфибист только-то, столько-то, это не говорит объема ядра и так далее, млекопитающаяся объема эритроцитов, количественного гемоглобина, та-та-та-та-та, истинная концентрация, кислотная емкость и так далее, буферных систем и так далее, так далее, так далее, то есть мы сейчас эти вещи не рассматриваем, нас интересует вязкость крови и прочее, прочее. И вот мы как раз все это дело смотрим. Вдруг что-то еще обнаружим Ну просто Параллельно Я об этом давно говорил Что жизненные процессы Протекающие на поверхностях Имеют огромные вообще поверхности Которые, как бы сказать, свернуты Упакованы в небольшой объем И вот это, допустим, касается эритроцитов Ну так сказать, попутные, знаете, какие-то там темы возникают Связанные со здравлением Так вот эта вся, будем говорить, поверхность Вот эта вот огромная поверхность Это как общеобразовательность, чтобы вы понимали Вот эта вот огромная поверхность Она может занимать несколько гектаров По переносу, допустим, питательных веществ По переносу кислорода По выделению отработанных веществ По выделению углекислоты Упакованная в маленький объем В маленький объем Да, как я вам показывал Она должна постоянно смачиваться Жидкостью А жидкость у нас это, как правило, кровь Как правило, межклеточная жидкость Так называемая лимфа Согласно этой книге Она должна постоянно циркулироваться И если где-то что-то замедляется Циркуляция Значит, там сразу начинают идти процессы сгущения И если это кровь Возникают тромбы Если, значит, это, допустим, межклеточная жидкость То возникают какие-то застойные области Тоже где-то, где идет своего рода сгущение Поэтому это не должно быть И мы тут, знаете, вот Хоть мы так Кровь трупная нам не нужна И мы тут невольно упираемся Помимо того, что мы с вами Разобрали кровь Вот мы практически уже ее разобрали Трупная кровь не нужна Препараты крови нам тоже не нужны Вот мы проходим Так Методы исследования крови тоже В данном случае нас особо они не интересуют Хотя там это Хотя тут может быть окраска Тут и тромбообразование Новейшие биофизические и биохимические методы исследования крови Естественно Если это книга 60-го года Это все уже устарело Но тем не менее Так, немножко я отвлекся То есть мы разобрали с вами кровь Кровь состава крови Там особенности крови Что она может там сворачиваться Что существует Ряд систем в крови Которые Противоздействуют сворачиванию крови Внутри сосудистого русла Следующий этап Который нам надо разобрать Но я думаю Его можно так сказать Побыстрее Это так называемая гемодинамика Это циркуляция крови То есть кровь должна циркулировать в кровеносной системе постоянно С определенной скоростью Чтобы не возникал риск образования сгустков И естественно Которые потом превращаются в тромбы В бляшки И так далее И так далее Вот солевой раствор Так, немножечко выхватываем Раствор, в котором Разводят взятую кровь Должен хорошо фиксировать эритроциты И делать их оптически стабильными Оптически стабильными Ну, нас это особо не касается